Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. И сегодня из недельного раздела Ноах мы рассмотрим девятый параграф. Довольно интересно рассказать по содержанию. Ну и какие-то интересные места с точки зрения европы у нас есть. Наша задача – дать дословный перевод. Вот, еще раз выражаю благодарность Анне, которая подготовила на текст. Зеленым фоном в тексте выделены слова, к которым дан перевод. Желтым цветом то, на что следует обратить внимание. Анна, я заранее прошу извинения. Не знаю, как у других, но у меня немножко срезается самый левый столбик. Поэтому, может быть, я прошу вас, если что-то будет непонятно, повторить из комментариев, классических комментариев. Мы используем комментарии Раши и комментарии Сомчино. Но наша главная задача – все-таки понять, почему Тора переводится вот именно таким образом и как то или иное слово, в каком форме оно стоит и что оно означает. Так, я рад приветствовать наших новых участников. Значит, Анна, вы распределяете очереди, да? Я надеюсь. Вроде того. Да, да, да. Вот, кто желает прочитать фразу «Милости просим», кто желает еще и перевести фразу «Тем более». Вот, кто нет, то, пожалуйста, увольна слушателя. Итак, я начинаю с первой фразы, девятого параграфа. «Паеварэхалугим, эт Ноах, эт Банав, пайомерлагем, перу, урву, умиллау, эт Гаарец». И благословил всесильный Ноаха и сыновей его, Банав, от слова «Бен», и сказал им «Полодитесь и размножайтесь». Перу от слова «При», «Плог», да? «Рву» от слова «Гарбе», «Рабу», да? «Рав» большой, много. Про урву – это в точности повторение то, что Всевышний сказал по своим творениям в первом параграфе, да? Умилу, слово «мале», обратите внимание, корень «Мем, ламет, алев», означает полный, наполненный. Ну, к примеру, есть «Холаммале», это огласовка «Вав» с точкой наверху, которая звучит как долгое «О». Есть «Холаммхасэр», когда только точка, а «Вава» – нет. «Хасэр» значит недостающий. И наполняйте землю. Так, передаю микрофон Анне, пожалуйста, Бет. Так, Бет. Умора хэм, вэ хитхэм, ивге альколь хаята, арацва альколь ов ашамай, вэхоль ашэр термос адама, вэхоль дгэй аян, бэя дыхэм нитану. Тут довольно два редких слова. Страх и ужас, получается, будет во всех живущих на земле. Да, все живое, что ли. Все живое, да. И боятся, вернее, и будут бояться вас, и как бы страшиться вас будет. Все живое. Все, что живет на земле. И птицы небесные, и все, что присмыкается, ползает на земле. И все рыбы в море. Я их всех, как бы, дал вам в руки. То есть, видимо, чтобы... А что-то вас плохо, вы куда-то пропадаете. Плохо скажете. Ага, да-да, я отклонился. Нитану. Значит, последнее у – это не множественное число. Да, нитану даю. Да. А это их, их. Натан, вот там буквально, да. Да. Значит, мораку корень мем рэш алиф нам знаком по форме гир ад шамай, страх небесный. Вот, это выражение в... Это слово используется в идишском выражении. Типа имей страх перед небесами. Так, гир ад шамай. Да. А вот слово хат не путать со словом хет, что означает грех. Грех пишется через тет. А здесь буква «тавгаз». Да, совершенно верно. Спасибо, Анна. Теперь гимн, очевидно, Тимофей, да? Да. Давайте я, гимн. Коль рэмэс, а шэр гу хай, лахэм, и ге лахла, каерек, эсэв, на таці лахэм, эт кол. Да, да, да. Все ползвище, которое живое, им будет для еды. Вам будет для еды. Каерек, как зелень. Как зелень, да. Ерек – это еще овощи, да. Так, эсэв. Эсэв, буквально травы. Да, 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 но имеется в виду все растения, да? Все растения. Дал я вам все. Спасибо, Тимофей, правильно. Маленькое замечание, маленькое значило «охла» под алифом. Это камазка царь, которая читается «о». Так, и здесь, ну, по смыслу маленькое дополнение я вам скажу, что до потопа людям в пищу давалась только растительная еда, да, а здесь все живое. Все живое, потому что, ну, изменились условия, изменилась экология. Так, то есть всем людям, да, теперь разрешается есть и все живое. Обратите внимание, все живое. Это только евреи ограничены, чем чистыми животными, кашемами. Так, вот второе, что я хотел сказать, айсэв, да, мы знаем, что там ерек тоже. Там, где два «э», ударение на предпоследний слог. Да, и в слове «коль» последнее слово, да, обратите внимание, тут как раз вот этот холам хасэр, да. Мы знаем, что слово «коль» обычно пишется через камаз, кацар, то есть он пишется как камаз, а читается «о». Да, но это в том случае, когда имеется в виду всякое что-то, например, «кольем», да, каждый день, или «коль, ага, йом», весь день. Но когда говорится «все», «коль», да, то «коль» пишется вот именно так, через «холам», «холам хасэр». Так, замечательно, Тимофей, спасибо. Теперь Далит и Гей, наверное, вместе. Кто нам прочитает? У нас два человека новых, Оксана и Лазарь. Не знаю, кто захочет. Есть, есть, да, есть, есть желание. Давайте я прочитаю. Будем рады, так, пожалуйста. Да, 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 верно. Так, попробуйте перевести, я готов помочь. Ах, это, да, ах, как значение «только». Только плоть, в которой кровь, в которой… Бенавшо дамо, то есть буквально в душе его кровь. Как она и душа, не кушать. Да, не кушайте. И только их кровь, их… Кровь вашу. Ваши крови? Да. И только кровь вашу. Ленафтотейхэм эдрош. Буквально к нефэш. Это трудно перевести. Значит, нефэш – это душа, точнее, жизненность, да. Нефашот – это души. Нефашот. Тейхэм – души вашей. То есть буквально к душам вашим эдрош я потребую. Горэш. Так. Мияд коль хая. Буквально переводить. От руки всего живого. Да. Эдрошэдну. Я буду требовать ее. Я потребую ее и от руки человека, от руки… Иш, Ахиб. Ах, Ах – это, да, Ахиб – это брат его. От руки человека, брата его, эдрош. Эдрош тоже взыщу. Да. За душу… А, дам человека. А, дам душу человека. За душу человека, да. Смотрите, мы дословно перевели конструкцию, не очень понятная, но я думаю, что это объяснение не требуется. Спасибо, Лазарь. Да-да-да, все правильно. Ну, здесь можно добавить, что речь идет о запрете Эвермина Хай. Это, так, можно сказать, это седьмая заповедь сынов Ноаха. Вот. Поскольку до этого было неактуально, не ели живое, то было шесть заповедей, теперь семь заповедей, которые относятся ко всему человечеству. Именно вот здесь они как бы сформулированы. Да, да. То бишь запрещено без нужды проливать кровь. Поэтому, кстати, вот охота не популярна среди евреев. Спасибо, Лазарь. Так, Вав, пожалуйста. Ну, тут говорится, что как бы несколько раз повторяется слово и душа, и визыщу, то есть считается, что не только за человека, который проливает кровь другого, даже за человека, который собственную кровь проливает. Но, кстати говоря, это толкуется даже немного расширительно. То есть человек не должен допускать лишние капли крови. К примеру, не бреются у евреев бритвы опасны, потому что можно сделать порез. Резить свою кровь. Да, хоть это и нежелательно. Хоть человек делает это неумышленно. Но все равно это весьма нежелательно. Спасибо. Когда с пользой мы сдаем кровь для больных. Это другое дело. Когда это нужно для самого человека, скажем, полнокровие. Или если кровь сдается с целью спасти другого, конечно, здесь отношение другое. Так, дамы и господа, есть у нас кто-то, кто желает еще участвовать? Для никого больше нет. Если нет, то тогда я беру себе вау. Кровопролитие человека, человеком кровь его будет пролита. Вот буквально так. То есть тот, кто пролил кровь человека, будет наказан тем, что руками человека будет пролита его кровь. Потому что в образе целым Всевышнего сделал человека. Да. Значит, здесь есть слово шефох, здесь есть слово дам и слово целым. Целым. Да, мы знаем бе, целмо уви, укидмуто. В образе и по подобию. Вот буквально так. Так, теперь, пожалуйста, Анна Зайн. Угу. Так. Так. И вы, а вы, плодитесь и размножаетесь и, ну, как бы распространяетесь по земле. Расползать буквально, да. Распространяетесь по земле и умножаетесь на ней, получается. В ней, да, да, да. Верно. Верно. Понятно. Так. Пожалуйста, спасибо. Хэт, Хэт Тимофей. Хэт. Вээрмер Элогин Эль-Нох Вэль-Банаф Ито-Лэ-Мор. И сказал Всевышний Ноху и сыновьям его с ним говоря. В следующий раз возьмем. Давайте возьмите, потому что Тет, это, конечно, должен быть Тимофей. Да. Тет. И я вот установлю завет мой с вами и семенем вашим после вас. Совершенно верно. Мэй Ким – это настоящее время, устанавливаем. Так. Лэ-Хэм – инфинитив, да. Вот. Значит, Ит Хэм – это использование Эт в качестве соединительного союза. С местоименным суффиксом Хэм второго, лица множественного числа. Зар – зэра. Зэра – это и семя, семена, и потомство. А Хэрэй Хэм – после вас. Совершенно верно. Спасибо Тимофей. Так, Юль, передаем Лазарю, да? Да. Прошу вас. Спасибо. 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 Ухал Ха-Ят, а арец, а Ит Хэм, а микол, ице, хатава. Ухал Ха-Ят, а арец. Совершенно верно. Только прошу вас, вот там, где вот это слово, да, коль или б-холь, у-в-холь, да, вот здесь камац, который звучит о, о. Есть две огласовки, это долгое а и краткое о. Вот слово коль – это главное исключение, когда камац мы читаем о коль-нефеш, у-в-холь-хаят и так далее. Да, все остальное правильно. А вот здесь вот полная форма, как вы видите, мы это разбирали. То есть огласовка стоит, вот она, точка наверху, холам хасер. Давайте. С каждой живой душой, которая… Ит Хэм с вами. С вами. Оф, оф, да, на случай птица. С каждой птицей. Б-хэйма, скотина, скот, животное, да. Домашнее, домашнее, да, да. Хая – это может быть дикое животное, да. Животное земли твоя. С вами, Итхэ, да. Угу. Йоцэга тэва, тэва имеется в виду тэват ног, конечно. Ноэв Ковчег, из всего, что вышло из Ковчега. Из всего, что вышло, все… Да, леколь хаят хаарец. Все живое, что есть на земле, да. Это не полная мысль, да. То есть перед этим мы читали, что вот я заключаю союз с кем? Вот, в частности, и с этими. Спасибо, спасибо, Лазарь. Так. И вот Алев читаю. Ва ха ки мути эт бурити ит хэм. Вело и карет колбасар ов… Извините. Колбасар од мимей га мабуль. Вело и е од мабуль. Лешахет га арец. И установлю я. Здесь использована бабка, которая переворачивает прошедшее время в будущее. Союз с вами. И не заключу союз еще. Мей га мабуль. От вод потопа. Буквально так. И не будет более потоп, чтобы уничтожить землю. Лешахет корень шинхеттав – разрушать, портить. А также развращать. Про брит, заключение союза, мы говорим карет брит. Карет мы знаем, что это еще и отрубание карет. Но карет брит – это именно заключение союза. Так. Ясно. Пожалуйста, Игорь Бет. Анна. Я бы сказала, что вот здесь вот вело и карет колбасар от мимей мабуль – это все-таки второй карет – это именно карет. То есть, что не будет истреблена больше никакая плоть водами потопа. Как-то так. Вело и карет коа. А, вот это. Так. Минуточку. А, да, здесь, конечно. Да, да. Истреблена, да? Всякая плоть более… Перевод так, перевод так говорится. А, резонно, правильно. Так. Ютбет, получается. Ваёмер элуким зот от абрит. Ашер анино тен. Бейни о вейны хэм. О вейн коль нехэш хая. Ашер от хэм. Ведорот олам. И сказал всем Всевышний, вот знак завета, который я установил, даю между мной и между вами, между всякой душой живой, которая с вами на вечные поколения. На поколения вечные, совершенно верно. Дор – это по-русски род. От, от через тав – это в данном случае знак. И что же это за знак, нам расскажет Тимофей. Прошу вас. Спасибо. Ютгимель. Радугу мою дал я в облаке и будет знаком союза между мной и между землей. Что еще, наверное, очевидно, до потопа радуги не было. А чего появляется радуга? Чисто физически мы знаем, когда луч света преломляется в призме или в каплях дождя. Когда такое бывает, когда с одной стороны есть тучи и дождь, то есть это что-то напоминающее потоп, а с другой стороны при этом светит солнце. Слово кэшет, кроме того, что он означает радуга, означает еще и просто дуга и означает лук, из которого стреляют. Но если мы представим себе лук, радугу в виде лука, получается, что стрела направлена наверх, то есть ко Всевышнему. То есть можно понять так, что Всевышний сделал так, что автоматически при соблюдении определенных условий возникает намек ему самому. Понятное дело, что он, конечно, ничего не забывает, но мы видим, что он как бы навекает самому себе, что я помню, что я обещал не уничтожать землю. По этой причине радуга, в общем-то, не очень такой положительный знак. Он должен показать, что если бы не это обещание, с которым связана радуга, то, возможно, вы бы уже заслуживали истребление. И помним мы историю, что за все время жизни, скажем, Рашби, Рабиша Мамар Юхай. А вот тут у меня есть примечание, вот там дальше к Ведбет, там есть примечание, что вот Раша пишет, что слово Ведорот, оно написано без буквы Вав. И это означает, что были поколения, при которых радуги не было, они не нуждались в этом знаке. Вот в частности, поколение Хискиягу, царя иудейского поколения, Рабиша Мамар Юхай. Да, да, да. То есть присутствие, наличие вот таких праведников среди людей уже само по себе было знаком завета. Да, да, спасибо, спасибо. Так... Так... Юд... Дали теперь, да? Я увлекся, что упустил, да? Да, Юд Гимель прочитали, значит, Юд... Юд дали, чей? Так, Лазарь у нас получается. Лазарь, пожалуйста. Совершенно верно. Обратите внимание, что Вав переворачивает время. Гая был, Вегая и будет. Да. И будет в облаках... В облаках радуга на земле. Угу. Мир Ата, и будет она видна буквально. И будет она видна. Да, радуга. Бе-анан. В облаке, да. А вот это первое, Ха-кашет. Ха-кашет, это и есть радуга, да. То есть, да, первый раз и будет. Да, в облаках облака буквально так, да? Два раза повторяю. Угу. На земле. Да, совершенно верно. То есть, радуга, радуга, знак. Скажите, Александр Ильич из Москвы по фамилии Розенблат не родственник вам? Нет. Угу. Работал с ним вместе в еврейской школе Мигдалор. Так. Спасибо. Распространенная фамилия. Нет, уверяю вас, что нет. Не слишком. Не слишком, да. В телефонной книге я бил целый ряд. Ну, неважно. Угу. Угу. Не самая распространенная, но и не самая редкая. Угу. Так. Теперь беру тетвав. Захар, как мы знаем, помнить, да? И вспомнился. И вспомню я союз мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой во всей плоти. Басар – это мясо. Басар – это мясо и плоть. И не будет более воды для потопа, дабы уничтожить всякую плоть. Ну, мы знаем с вами, что Всевышний здесь дает обещание вообще не уничтожать все человечество полностью, как потопом, так и другим способом. Однако, однако, может быть, уничтожена какая-то часть человечества, не дай бог, да? Вот. И не обязательно потопом. Кроме того, ну, немножко лирическое отступление. Очевидно, фараон, да, знал, понятно, что он знал, что Всевышний платит мера за меру. То есть, как правило, в наказании от Всевышнего мы видим намек на то, за что это наказание пришло. То бишь, если один человек другого человека удушил, то он будет умерщвлен именно удушением от другого человека или от болезней, да? Так вот, фараон рассудил. Лучше давайте я буду младенцев бросать в воду, потому что тогда Всевышний должен будет меня наказать водою. А он уже обещал потоп на землю не наводить. Но чего он не учел? Это относится ко всему человечеству. Но какой-то народ, например, Митсраин, да, Митсраин, может быть уничтожен даже и потопом. Кроме того, Всевышний сделал иначе. Он не навел потоп, воду на людей. Но он сделал так, что люди вошли туда, где была вода, а вода всего-навсего вернулась в свои границы. Это имеется в виду, конечно, переход евреев через море и утопление египтян. Так, это был Татвам. Теперь, пожалуйста, Заян, Анна, прошу вас. А что, фараон так хорошо знал Турум? Наверное, да. Наверное, не очень хорошо, потому что он считал, что потопом не будет уничтожена даже часть народа, да? И думал именно про потоп, а не что-то другое. Ну, кроме того, он не учел, что у Всевышнего много разных путей. Например, я знаю, что он не замечает. Так, вас не слышно, вы куда-то уж упали. Ага, да-да-да, это я отвернулся. Что да, я говорю, что фараон не мог представить себе неограниченность Всевышнего. То он может еще и не такую штуку устроить. Так? Так. Так, значит, Татзен, получается, да, у нас? И вот, как бы, вот радуга в облаке. Будет радуга в облаке, и будет, вернее, будет радуга в облаке, и увижу я его, и вспомнил совет вечный между Богом Всесильным и между каждой душой живой, которая в каждой плоти, которая на земле. Да, верно, спасибо, все правильно, все правильно. То есть Бог говорит о том, что он сам это увидит. То есть это как бы напоминание ему, конечно, он не нуждается в напоминаниях, но мы, видя, что тут вот ему нужно напоминание, да, может быть, мы как-нибудь, да, исправим свои поступки. Сказано, здесь вот Раши пишет, что именно имя Иоакхима упоминается здесь, как именно обозначение правосудия, что вот мера суда, когда увидят, что это самое, что надо... Я строгий, но справедливый. Когда наказание придет, мера наказания, вот как раз понадобится радуга, чтобы вспомнить, что было обещание, а было обещание не уничтожить. Я напомню вам, что есть особое благословение, которое говорят евреи, видя радугу, но при этом он не должен радоваться и иззывать других. Вон, ну, посмотрите, какая, как красиво. Красиво-то это, красиво. Да, но все-таки это знак, что чего-то у нас неладно. Ну, браху надо сказать. Браху надо сказать, конечно. Да, есть такое благословение. Да, да, да. Причем, если рядом кто-то, кто не знает благословение, то стоит сказать вслух, чтобы он ответил «Амейн», и ему бы тоже это отлилось. Так, замечательно. Юд Хэт Тимофей, да? Да, Юд Хэт. И сказал Всевышний Ноху, вот знак Завета, который установил я между мной и между всяким живым. Которое на земле. Так, и плотью, которая на земле. А, Юд Зайн. Так, теперь, спасибо. Теперь Лазарю, пожалуйста, Юд Хэт, да? Да. Да. И было сыновья Ноха, которые вышли из Ковчега. Шэм Хам и Яфэ. И Хам, он отец Канаана. Совершенно верно. Здесь намек на то, что близость супружеская в течение всего времени потопа была запрещена, но вот этот вот Хам, он пренебрег запретом, и, соответственно, у него родился вот этот вот Канаан. Так, мы помним, что вошло в Ковчег, да, восемь человек, то есть Ноах, трое его сыновей и их жены, да, а вышло уже, значит, включая вот этого Канаана. Так, спасибо, теперь Юд Тет. Шэлоша эле бней Ноах, уме эле нафца коль а арец. Трое этих сыновья Ноха, и от них буквально распространилась вся земля, то есть все человечество произошло от них. Так, Кав, пожалуйста, Анна. Так, и начал Ноах возделывать землю, ну, стал он буквально, как бы, начал быть... Земным человеком, да, человеком земли. ...дельцем и посадил виноградник. Ну, слово ехель тут, может быть, и начинать, но, может быть, вот считается, что намек на слово холь, как бы будничное что-то, не читая у... Да. ...хелуль, то есть такой вот профанация. Совершенно верно. Он унижает, так что вот за это он впоследствии как-то и поплатился. Да, да, да. Чтобы не тем надо было заниматься сначала. Значит, ну... А что надо было делать? А вот бог знает, я не помню, забыла. По-моему, сажать феницу, как бы, это некий упрек, а он посадил его, видите, виноградник. Да, спасибо, Анна, спасибо. Так, Тимофей, да, каф, да, значит, и, та, корень нун, тет, айн, нун выпадает, когда первая буква корня нун, в будущем времени может выпасть. Не всегда обратите внимание, так. Так, Тимофей, пожалуйста, каф, алиф. Каф, алиф, ва ешт, мин аяйн, ва ишкор, ва идгаль, бетох, огало, огало. Огало. Да. И выпил от вина, и опьянел, и обнажился, сгаль, внутри шатра его. Совершенно верно. Здесь немножко нетипичная, да, такая укороченная форма будущего времени, не шата, иште, а без эй, да. Вот, слово шинкафрейш, шинкафрейш, да, это напитца, отсюда шикор, да, пьяница, шейхар, это хмельной напиток, да. И здесь, значит, гидгале, здесь форма гидгаль. Вот интересно, что слово огало написано не вам на конце, его шатер, а как бы в женском роде. Почему я обратил внимание? Потому что сегодня в синагоге я давал разбор лех-леха, и вот там Раша подчеркивает, что про Абрама сказано, что он переносил огало, шатер его, но написано огало, шатер ее, шатер сары. Да, и из этого делается определенный вывод. А вот почему здесь как бы шатер ее? Я не помню, что было какое-то объяснение, да, ну вот. Посмотрите, там с краешку написано, а вон он и жаловался, и вот оно. Так, посмотрим, так. А за это конце, ага, так. На динамек на 10 колен, которые жили в Шамроне, и они были в том числе и пьяницами, помимо всего. Всех прочих вещей, и за это их, в общем-то, и потом и наказали. Ага, понятно. Понятно, значит, просто я на это не обратил внимания, да. Я смотрел больше на состав. Верно, верно. Спасибо. Так, Кафбет, Кафбет, передаем Лазарю? Да. Просим. Ваяр. Ваяр, просто Ваяр. Ваяр хам авикана ан, эт эрбат авин авив, Ваяр. Ваяр гед, лишний эхав. Эхав, да, так почитаем. Бахуц. И увидел хам, отец Канаана, наготу своего отца. Ваярек. И рассказал буквально. Я сказал... Двум братьям. Ах, эхав, братьям его, да, бахуц. Вне сна уже. Да. Ну, тут есть комментарии, что именно он такого нехорошего сделал. Так. Спасибо, Лазарь. Теперь я читаю Кафбет. Кафбет. Ваяках шем вайефет эт асимула, ваясиму аль шхем шнеи шнеи эм, ваялху ахо ранит. Ваяхасу эт эрбат авием, и буквально взял шем и ефет семла, ну, в данном случае платье, одежда, какой-то предмет одежды, и положили на плечо их двоих и пошли буквально ахо ранит спиной вперед, да, ахор, это сзади. И покрыли наготу отца их, а лица их охранит, отвернутые, повернутые назад, и наготу отца их не видели. Вот так примерно так. Так. Вот по поводу единственного числа не взяли, а не взял, да, почитайте, пожалуйста, Анна, мне тут не очень видно. говорится, что взял, имеется в виду, что Шем это сделал для всего, потому что он более усердствовал в этом, чем Ефи. Поэтому его потомки потом удостоились носить облачение с кистями цицит. Вот, поэтому вот так вот. Вот, что делать? А хам, что сделал хам, там есть разногласия. То ли он как-то срываться, как-то лишил возможности производить потомство, то ли что-то еще там нехорошее. Ну, да, 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 есть и такое. Верно, спасибо, спасибо. Так, это прочитал Лазарь, значит, Кавдарит Мой, да? Вроде бы. Ва-й-й-кэ-ц-но-ах-ми-ей-но. Ва-й-э-да-эт-ашер-ас-а-ло-бе-но-а-катан. Ва-й-кэ-ц-пробудился, да, Ноах от вина его и узнал, что сделал ему сын его младший. Ну, вот интересно, что вот этот корень Куф-цади, да, по-моему, Куф-ва-вцади теоретически, но поскольку кроме будущего времени он не имеет форм, да, мы не можем, мы вообще не видим этого Ва-ву. Мы видим две буквы в корне, а что там происходит с третьей и была ли она, ну, мое предположение, что это Ва-в посередине, но может быть и иначе. Так, пожалуйста, Анна, Кав-гей. Так, сейчас, Кав-гей, так, ага, так, подожди, Кав-далит мы читали? Кав-далит, по-моему, я прочитал сейчас, да? Да, только что прочитал. Это я прочитал, Ва-йомер, Ва-йомер, ну, Ва-йомер, Арур Кнаан, Эвет Аладим, Ивне, Ле, Эха, Эхав. Эхав. И сказал, Прохляд Кнаан, рабом рабов будет он у братьев своих. Да, верно. Так, теперь, Тимофей, пожалуйста, Кав-Ва, спасибо. Ва-йомер, Барух, Шем Эл-Ухей, Шем Ви-Хи-Хнаан Эвет Ламо. И сказал, Благословен Всевышний Бог Шема и будет Кнаан рабом ему. Совершенно верно. Вот это немножко такая литературная форма Ламо, это как для него. Ну, точнее, более для них. Для них. Ну, смысл тот же. Да, спасибо. Так, Лазарь, пожалуйста, Кав-Зайн. Не слышали? Вот здесь интересная игра слов. Ефт. Ефт, это можно понять и как от слова Ефе красивый. Это созвучно с именем Ефета. А можно понять, как распространить увеличиться. Да, размножить и увеличить Всевышний Ефет. Да? Ефета в Ешкон. Ешкон, да? Шикун это район, квартал. Да? Мишкан это мы знаем обиталище, обитель. Да? А Ешкон будет обитать и будет обитать в Шатрах Шема и будет Канаан рабом. Ламо это буквально им. Да, да, да. Верно. Вот такое благословение, которое некоторым образом даже и проклятие. Пожалуйста, Кавхет, я беру. И прожил Ноах после потопа 300 лет и 50 лет. Обратим внимание, что после потопа продолжительность жизни человека резко снизилась до 120 лет, хотя мы знаем, что некоторые жили и дольше. Вот, а была, она ограничена каким числом? Тысяча лет. Но, поскольку Ноах он относится еще к допотопным людям, вот он прожил вот столько. Итак, после потопа шмяут Шанаме Хамешим, Шанас 350 лет. Анна, вы с нами или мы передадим Кавхет? Нет, мы передадим. Передадим. Пожалуйста, передавайте. Кому? Спасибо. Да, пожалуйста, вперед. Вайгью колье майнох Шанаот Шана Мохамешим, Шана Вайямот. Да. И было дней Ноаха 950 лет и умер. И умер он, да. Не про нас Вайямо сказано. Ну вот, замечательно. Мы прочитали Рашат Норох. Так, тут, смотрите, я опустил весьма интересные комментарии, которые Анна поставила, но они есть у нас. Вот, что-то мы из этого прочитали, что-то осталось. Ну, пожалуйста, если вопросов нет, будем завершать, наверное. А по каким дням все-таки мы будем встречаться? Дорогие ребята, мы постоянно встречались по воскресеньям в 19.30 иерусалимского времени, но теперь у меня это время занято работой. Пока у меня свободен понедельник. Должен начаться еще один урбан, который у меня заберет и вечер понедельника. Когда это будет, я не знаю. Конечно же, я заинтересован, чтобы это было как можно скорее, но и вас бросать я тоже не хочу. Если есть возможность, у меня получается, что у меня все вечера, все нормальные вечера в общем-то забиты. Есть вариант, конечно, Моцей-Шаббат, но это неудобно нашим участникам в России и в Соединенных Штатах. Вот, есть возможность сделать занятия. А почему неудобно? Потому что Шаббат кончается там значительно позже. Здрасте. Наоборот, раньше. В Штатах позже. В смысле? Ты вышли сделал так, что да, что Раньше начинает кончать зимой, совсем рано кончается, там, часов спектня. Кончает. Вы имеете в виду Россию? Россия зимой, зимой раньше, поскольку она ближе к экватору, а не потому, что она расположена западнее, но в Соединенные Штаты в целом. У нас ни одного человека пока что нет оттуда. Ну, смотрите, да, да, да. Либо есть возможность какую-то из ней сделать посередине, ну так, чтобы заканчивать, допустим, в шесть часов. Лучше без пяти-шесть. Что вы думаете? Пока я ничего не требую, поскольку у меня еще понедельники остаются. Я до шести точно нет, потому что работаю. Ну да, до шести часов людям неудобно. Понимаю, понимаю, да. Ну, будем под вас подстраиваться. Я уже, наверное, никакой буду. Вот, кроме того, в девять заканчивается, а это под очным еще надо до дому доехать. Да. Ну, смотрите, как будет получаться, так мы и... Будем надеяться, что Ксевышний что-то придумает. Точно. Ладно. Так, еще раз пожелаем народу Израиля победить врагов и победить их окончательно, а не так, чтобы в очередной раз. Аминь. И возвращение и наших солдат, и наших пленных. Вот. И чтобы Всевышний нам помог. Всего и лучшего. Счастливо. Счастливо. Всего доброго. Значит, тогда до новых встреч. Будет последнее. Да. Счастливо. Пока. Пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Счастливо.